Коллеги, добрый день. Мы начинаем нашу вторую встречу Клуба 24. И сегодня будем обсуждать вопрос, как поднять продажи в высококонкурентной среде. Был такой вопрос у нас на прошлом кейс-клубе, мы решили посвятить ему целую встречу. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать наши эксперты. Это Алексей Саминский, бизнес-консультант, бизнес-тренер. Алексей Акара, директор компании PINOL сервиса по выбору CRM. И заместитель директора компании NSBITREX Сергей Кулешов. Меня зовут Мария Сысоякина, я буду вести нашу сегодняшнюю встречу. И начнем мы с тех вопросов, которые вы задавали нам, регистрируясь на сегодняшний клуб. Начнем, наверное, с общих вопросов по продажам. Вопросов было много, некоторые были прям очень-очень интересные. Но начнем, пожалуй, с уникального торгового предложения. Было много вопросов о том, как вообще сформировать уникальное торговое предложение, чем выделиться среди конкурентов. У нас много вопросов от веб-студии, мы, наверное, начнем именно с этого сегмента, а потом потихонечку перейдем и, может быть, и в e-commerce, и в другие какие-то сферы. Ну, вот самый первый вопрос. Как продавать дорого услугу на рынке с большой конкуренцией, хотя она не уникальная, и все вокруг делают то же самое? Ну вот, по продаже, по продвижению сайтов, например. Что можете посоветовать? Я вот вчера вечером этот вопрос видел, и у меня сразу пришла мысль с кейсом нашего клиента. Они продают услуги по сертификации. Тоже, в общем-то, очень насыщенный рынок. Так вот, кейс нашего клиента, он такой в этом плане интересный. Они переделали свой сайт, вместо редакции старт, то есть даже без веб-форм, просто информационный, сделали из него интернет-магазин с услугами. То есть, проблема в том, что частные люди не дают конечную цену на сайте. То есть, за счет сложного сайта и функционального они добились того, что можно калькулятором на сайте выставить себе конечную цену на твой пакет услуг. То же самое касается и SEO-продвижения. Вы коснитесь, это же целый блок, контекст, внутренняя оптимизация, особенно, как ее оценить. То есть, если вы формируете контент на сайте такого рода и фильтрацию, что вы можете оценить свою услугу и набрать ее комплектом, особенно по частям, ведь практически мало кто из SEO-компаний занимается только внутренней оптимизацией без контекста и покупки ссылок. То есть, это возможность разбиения задачи на подзадачи, формализации на сайте этих пакетов услуг и возможность купить только одну услугу, а не все только в целом, как многие из них продают. Вот мое решение в этой ситуации. – Хорошее техническое решение, но тут автор вопроса еще уточнял. По факту, как я думаю, успех зависит только от качества презентационных материалов и уровня болтологии менеджера по продажам. Это, наверное, к Алексею Саминскому вопрос. Как вы считаете? – Я позволю себе немножко длинно ответить. Есть достаточно стандартная ситуация, когда люди стремятся купить дорого. Дело в том, что есть некое общепринятое представление о том, что чем дешевле, тем легче продать. – На это я всегда предлагаю купить и съесть колбасу за 50 рублей килограмм. Никто не согласился. По крайней мере, за прошедшие пять лет. Существует следующая ситуация. Люди готовы платить дорого, когда складывается два фактора в одну кучу. Первое. Они ничего не понимают в том, что приобретают. Второе. Они страшно боятся за результат покупки. То есть от результата покупки зависит их будущее, не знаю, в частной жизни любовь, внимание, успех бизнеса, жизнь, здоровье и так далее и тому подобное. Поэтому альпинист не будет покупать дешевую веревку. Аквалангист не будет покупать дешевый акваланг. Мы должны объяснить клиенту, что от качества того сделанной работы зависит будущее его бизнеса. И когда мы задаем клиенту вопрос, ну, я сам задал такой вопрос, сколько стоит один день простой работы вашей компании, обычно вопрос с ценой очень быстро уходил. Дело в том, что то, что клиенты ничего не понимают в том, что делают IT-компании, ну, это 99,9 процентов. Слишком специфично. Вопрос состоит в том, что мы никогда не объясняем клиенту масштабы рисков и масштабы проблем. Вот если мы сумеем объяснить последствия плохого решения, тогда мы сможем продавать дорого. Вот это, так сказать, общая теория вопроса. Остальное, возможно, это уже правильно построенное предложение, правильно построенное объяснение, правильно приведенные кейсы. Насколько разрушительно плохое решение. Это очень круто, кстати. Это к вопросу о том, как продавать сайты на Битриксе, кстати сказать, ну, как коммерческую платформу. И почему бюро стоит ее брать в отношении с бесплатными платформами, ну, как вариант. Это к вопросу безопасности и тому подобного. Вполне логично, да. Вот тогда следующий вопрос тоже из этой же области. Вопрос по организации продаж в конкурентной области и формированию уникального торгового предложения веб-студии. Я так понимаю, что это такой достаточно широкий вопрос, но какие-то, может быть, идеи есть? По веб-студиям, ну, в отношении там нашей компании, кратко, мы, например, занимаемся в большинстве случаев только маркетплейс решениями из Битрикса, вот, и мы сосредоточились на том, что наша маржа формируется за счет того, что мы объясняем клиентам лицензию, почему стоит купить там сайт на Битриксе, маркетплейс решения, за счет его скорости запуска и при этом возможности дальнейшей функциональности. Вот я вижу, что почему-то не так много компаний сосредоточены на этом, а в основном ориентируются люди там, кто-то на дизайн красивый, там сайты за 300 тысяч рублей на редакции сайт старт, кто-то делает сложные крупные порталы, ну, как, например, как Юсофт, например, там, как пример. Вот мне кажется, найти нишу для быстрого масштабирования, вот это примерно хороший, когда, в наш случае, когда мы ежедневно сдаем примерно по два сайта. Пожалуйста, вот, пользуйтесь этим кейсом, неважно, где вы находитесь, берете решение маркетплейс, объясняете людям, почему необходимо брать в маркете решение, потому что, на самом деле, что нужно клиенту? Быстрый запрос из сайта. Как можно достичь их? Быстрый заплатив сайт, и дальше уже там, используя средства, либо контекста, либо контента, потихонечку наращивать контент на сайте. Вот, мне кажется, маркетплейс, битрикса дает такую возможность, потому что, конечно, это результат, ведь не того, сколько вы вложите в сайт в разработку, а потом, сколько вы будете вкладывать дальше в контент и все остальное. Вот, мне кажется, вот этот УТП для веб-студий идеально подходит. А еще, если вы можете разработать свои маркетплейс-решения, так вообще хорошо. Отлично. Тогда давайте... А, есть счет, это хорошо. Простите, я традиционно немножко со стороны то, что называется, маркетинга. Идеология уникального торгового предложения, так называемого УТП, она появилась очень давно, и с моей точки зрения является фактически устаревшей. Она подразумевала, что мы набираем некую коробочку ценностей и устанавливаем некую цену. Это все хорошо работало, пока товары, продукты, предметы были разными, их было мало. По-настоящему высококонкурентной среде, которая в частности является IT-бизнес, эта история работает очень слабо. То есть, фактически, книжки на тему УТП, на мой взгляд, лучше не читать и семинары не слушать. Единственное, что работает по-настоящему, это демонстрация своей способности круто решать проблемы в какой-то конкретной области, в какой-то конкретной тематике. Мы говорим, мы умеем делать очень круто то-то, 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 и стараемся это доказать. Учитывая, что цены, которые сейчас, типовые цены в IT-отрасли невысоки, на мой взгляд, вот этот компонент цены на самом деле не работает, потому что, извините, типовая стоимость сайта из того, что я слышу по кейсам в Академии Битрикс, вот то, что мы работаем, сотрудничаем, ну, типовая цена сайта находится на уровне полумиллиона рублей. Извините, полумиллиона рублей это меньше, чем годовая зарплата специалиста низшей категории. То есть, по сути, это бросовые деньги, это никакие деньги для приличного предприятия, это вообще ничто. Поэтому игра с ценой на этом месте не работает, соответственно, идеология УТП не работает. Мы должны объяснить, что мы крутым, показать, что мы делаем, какие кейсы мы решаем, какие проблемы мы делаем и просить за эту хорошую цену. То есть, идти против идеологии УТП, а вовсе не по ней. Я еще хотел образить внимание веб-студии вообще по отношению к представлению себя и своих услуг. Дело в том, что немногие студии сейчас подходят со стороны решения проблем, как говорит Алексей. То есть, любому клиенту, который к вам приходит, ему основная задача, собственно говоря, добиться какого-то результата, не сделать сайт, не выполнить какой-то ряд технических действий для того, чтобы в интернете появилось что-то красивое, некрасивое, не имеет в данном случае значения, а добиться какой-то другой цели. И, к сожалению, сейчас все больше, но пока еще достаточное количество студий не уделяет именно этому внимания. То есть, не позиционирует себя как людей, которые решают какую-то бизнес-задачу клиента. Вот это, наверное, самое важное в формировании своего позиционирования. Вы и сами научитесь понимать, какую задачу и как вы решаете для клиента, и, собственно, научитесь это рассказывать своим клиентам достаточно хорошо, чтобы они покупали у вас. Я думаю, что мы, наверное, достаточно подробно ответили на вопрос про УТП, и теперь у нас целый блок вопросов про отдел продаж, про то, как организовать сотрудников и так далее. Начнем, наверное, с такого вопроса, как организовать отдел продаж веб-студии с нуля, учитывая, что до этого момента продавал только один руководитель. Вот такой большой, наверное, сложный вопрос. Мне он очень нравится, потому что я считаю его абсолютно правильным и необходимым. Все-таки нужно беречь руководителей. А в отношении того, что в этой ситуации нужно предпринять, первое, чего нет в веб-студиях, у них нет СРМ, вообще никакой, к сожалению, в большинстве своем. Поэтому это, конечно же, любая возможная в нашем случае обсуждение, конечно же, Битрис 24, в которой начнутся наконец-то заноситься контрагенты, контакты и информация по ним. Раз. Второе. То есть перенесите все те контакты на квачках бумаги в вашу СРМ-ку Битрис 24. Второе. Все запросы, которые у вас будут поступать с сайта, с вендингов, с визиток, заносите сразу же в контрагенты, контакты, формируйте на них сделки. Это два. Сделки дадут воронку продаж. Три. И вы поймете свою конверсию по ним, то есть количество успешных сделок, которые от общего числа заведенных. Вы начнете понимать, сколько у вас по каждому менеджеру идет конверсия. Это четыре. И пятое. Это, конечно же, вы поймете, чего вам не хватает, а именно новых запросов. И вы начнете раскидывать ваш бюджет. Может, у вас вообще нет бюджета, но зато есть вы сами, пока вы живой, вы бюджет. Вы можете свое время вкладывать в написание статей, хождение по выставкам, собирание визиток, на форумах рассказывать о себе с активной ссылкой на сайт. Все это тоже, в общем-то, ваш ресурс. Вот благодаря этому ресурсу появляются лиды. Чем больше лидов, ваша воронка раскрывается, вы ее гоните вниз по воронке и дожимаете на конверсию. Вот простой пример. Он очень типовой, кстати сказать, не касается только веб-студии. Это в принципе процесс организации продаж. Это контроль, фиксация и развитие. Ну это скорее ответ на еще один вопрос, который у нас был, как собрать свою клиентскую базу. Мы потом к нему вернемся. Здесь, я так понимаю, что у человека вопрос несколько другого свойства, где найти менеджеров, как их воспитать, где найти правильных. Вот у нас потом еще целая серия вопросов про продажников. Люди жалуются, что продажники часто не технари и медленно реагируют на изменения на рынке и в отрасли. Что очень многие технически неподкованные, где найти тех, которые что-то понимают в технологиях и могут ориентироваться быстро. Вот как с этим быть? Да, Алексей. Тут сразу много вопросов было задано. Ну, у нас Алексей очень хочет ответить. Я думаю, что есть какой-то ответ. Да, Алексей в компании. Во-первых, я прошу прощения, аналогии и не доказательства. Вопрос. Как наладить производство автомобилей? Стоит следующий вопрос. Каких автомобилей? Мы будем производить с вами штучные Бентли или Логаны? В одном случае главный конструктор лично руками будет паять, скрести и шлифовать. В другом случае мы должны поставить конвейер из рабочих. Например, на одной из встреч в Швеции очень богатый человек, владелец одной из крупнейших тренинговых компаний Европы, нам долго объяснял, что если вы хотите получать по-настоящему крупные контракты, то заниматься продажами должен владелец предприятия. Если вы хотите продавать сайты по 10 тысяч рублей штучка валом, вам, возможно, понадобится колл-центр и 150 сотрудниц. Еще что-то в этом духе. Во-первых, отдел продаж строится в соответствии с тем продуктом, который вы намерены продавать. Полность универсального решения здесь не существует и существовать не может. Вы хотите получать контракты по 5 миллионов или вы хотите получать контракты по 5 тысяч рублей. Это принципиальная разница. Более того, на примере, скажем, компании, с которой мы все любим и сотрудничаем, Bittrex, Bittrex 24 и Bittrex корпоративный протал продаются по-разному. Принципиально разные продажи. Понятно, да? Потому что принципиально разный продукт по своей идеологии и по той клиентуре, которая идет в отлов. первое, что мы должны понять, что делать, кого ловим и в зависимости от этого продумывать некую схему. Если ответить на подвопрос, который прозвучал, где взять технически подкованных сотрудников? Ответ дал еще Генри Форд в свое время. Если у вас не хватает, какой-то род специалистов является дефицитным и сложным, значит, должен существовать некий конвейер, где это лицо разгружено от посторонних операций. Если вам нужно продавать технически сложные продукты, разбейте операции, отделите лидогенерацию от консультации. Вот загонщик, лидогенератор должен быть один, а консультант другой. У них должны быть разные обязанности. Тогда, соответственно, вы можете иметь дорогого консультанта, который работает, не занимается лидогенерацией, не бегает по объектам, а только уговаривает клиентов и кучу загонщиков менее квалифицированных, от которых требуется скорее интенсивное давление на кнопки телефона в большей мере, нежели технические разговоры. Ну, в свое время мы так и поступали. То есть я продавал линии связи оптоволоконные, вы представляете, это сложный вопрос. Вот главным консультированием занимался технический директор, а мой отдел продаж занимался загоном. И на главное свидание приходил технический директор в сопровождении трех продажников, которые вносили его на руках. Вот примерно так это делается. Значит, надо разделить операции и повысить эффективность использования дорогостоящего ценного сотрудника. Я хочу немножко более в практичную область, особенно учитывая мой опыт работы веб-студии. Если переводить все, что сказал Алексей, абсолютно с ним согласен, на практическую конву, вам веб-студии, руководителю веб-студии, надо немножко выкинуть из головы позицию, что продажник должен быть технарем. На самом деле это не так. Грамотный менеджер по продажам, его достаточно легко обучить основным моментом. Еще раз, мы на первой встрече, на какой-то начальной встрече работы с клиентом не должны показывать и рассказывать ему о технических решениях, возможностях, интеграциях и так далее. Клиенту зацепить гораздо проще и быстрее именно решением его бизнес-задач. С этим справится хороший продажник, который, в общем-то, может ничего не понимать в технологиях. Поэтому вот это из головы надо попробовать в своей голове немножко повернуть и, собственно говоря, посмотреть на то, что менеджер по продажам не должен быть технарем, а должен просто грамотно уметь найти клиента, обработать его и потом привести его к консультанту. Консультантом уже можете быть вы как владелец собственно компании и разбирающийся во всех технологических нюансах. А у менеджера, собственно, как сказал Алексей, будет только задача загонять к вам хороших, правильных и богатых клиентов. Я прошу прощения, можно я дополню еще? Одна из самых глобальных ошибок организации отделов продаж, это касается не только IT-бизнеса, а вообще всех бизнесов, это попытка владельцев и первых лиц как можно быстрее перестать участвовать в продажах. Ну, если мы вспомним Стива Джобса, то вообще мы поймем, что, наверное, это плохая практика. То есть и вот это я наконец-то найму продажника и наконец-то я перестану переговариваться с клиентурой, вот у меня наконец-то настанет счастье это приводит к попытке свалить на продажника всю работу от начала до конца. Вот этого на самом деле не происходит. Человек, который способен сделать всю работу от начала до конца, в ближайшее время откроет свою собственную студию и станет вашим конкурентом. Отлично. Тогда еще вопрос вот был уточняющий к этому же большому вопросу про продажников. Как сократить время на их обучение? Ну, все-таки обучать чему-то надо как-то. Вот как их обучать и как это сделать быстро? Можно я сразу как вот человек, занимающийся обучением сразу, сходу. Первое и самое простое, что нужно сделать, нужно привести в порядок все материалы для чтения. То есть в компании должно существовать в виде текста все, что должен знать человек для хотя бы начального среднего уровня продаж. В идеале это должно быть выложено на сайте, может быть, на внутреннем портале, но должно быть нечто, некая пачка бумаги, которую человек должен а, прочесть, б, выучить. И в свое время у нас такая папка существовала, и каждый новый человек был обязан для начала ее выучить, сдать кратенький экзамен на знании текста, и после этого довольно быстро удовольствие запустить работу. Второе, значительная часть обучения продавца состоит в вариации на тему «делай как я». лучший способ быстро обучать продавцов это ставить их в качестве звена к опытному продавцу, чтобы он просто с ним ходил. И слушая, и перенимая из уст в уста, люди учатся намного быстрее. Практика показала, что в подавляющем большинстве случаев обучения продавцов выглядели следующим образом. Ну ты вот пойди, почитай наш прайс-лист и иди продавай. Так вот, нет. Должны быть готовые коммерческие предложения, должны быть подробные описания, должны быть статьи о продукте, все должно быть в виде, ну если не учебника, то некого сборника документов. Это ускоряет очень сильно. В среднем, я считаю, что вводить продавца в вопросах построения сайтов, интернет-магазинов, ну то есть такой вот внешне понятная вещь, ну неделю, ну две. Что там делать больше, я себе, честно говоря, с трудом представляю. Если мы за полторы недели вгоняли людей и в продаже оптики сложных технологий связи, телефонии и прочь, то при всем моем уважении, ну вот, просто надо готовить этот вопрос как следует. Ничего хитрого в этом нет. Здесь я могу добавить, опять же, наш пример, у нас, например, операторы наши, мы их набираем с регионов, с городов не больше 100 тысяч человек, вот, и они вообще не из веб, у них большинства многих образований, это вообще специфического, вообще просто губрия-колхозники, ну так, если сказать по-простому, простые люди, которые просто хотят работать и зарабатывать, там, скажем, свой, ну там, полтинник, живя там, ну там, в Каменске-Уральском, например, кто не знает, где это находится, ну вот так, и у них основная концепция, вы покажите, что нам нужно сделать, мы все сделаем, это хорошо, раз, второе, значит, у нас есть КП, на все виды услуг готовые, они просто их копируют, клиент пришел, здесь важна скорость, клиенту нужна скорость, клиент чаще всего готов купить туда, где лучше сервис, на нулевой точке работы, он понимает, что это, скорее всего, и так будет и дальше, это его миф, который клиент, к сожалению, на нем живут, раз, два, клиенту нужно, чтобы было подключение разных специалистов, клиент понимает, что один человек, который с ним общается, он не может разбираться во всех аспектах, а если клиент, а если этот оператор ничего-то не знает, ему говорят, запиши вопрос и выложи его в задачу, мы его отработаем, это два, и третье, это что касается вопросов обучения, то вот мне очень понравилась ваша мысль по поводу вот от совместного, там, мы летим совместно, это я помахал крылом, и ты там маши так же, это вообще супер, то есть у нас, вот все, кого мы оператор добавляют, они всегда находятся в задаче, они видят нашу работу, как мы коммуницируем, они за месяц так, вот при таком объеме нагрузки, которую мы им даем на них, ну, запросов, они так натренировываются, что они лучше разбираются в соотношениях по многим вопросам, то есть и потребность в более технической подготовленной специалисте, она начинает потихоньку сдвигаться, не то, что он, да, мы мечтаем отодвинуться от продаж, мы просто чуточку ниже начинаем подключаться, значит мы можем большее количество запросов обработать на более высоких стадиях, где требуется там уже какое-то искусство там, продаж, ну, что-то близко к этому там, шамане, там, шаман, не шаман, вы поняли, вот мне это очень мысль нравится, то есть вот реально операторы со стартовой зарплатой 15 тысяч, прекрасно продают сайты за 300 тысяч рублей, ну, так. Ну, мы еще вернемся к вопросу удаленного отдела продаж, там у нас тоже целый блок вопросов на эту тему. Нет, ну, это просто пример, вы сказали продажи. Как пример, да, очень хороший пример. Да. Тогда немножко другой вопрос, вот спрашивают, где грань между впариванием и качественным обслуживанием, и нужно ли продавать любой ценой, если даже продукт не решает задачу клиента. Вот такой вот тонкий немножко вопрос. Дело, знаете, я когда-то, ну, вот самое начало продаж было в далекие прекрасные времена, когда еще не было капитализма, я прошу прощения, я был бригадиром бригады плотников. Мы строили домики. Так вот, каждый раз, когда мы чрезмерно уговаривали клиента и получали заказ, то, что называется, через силу, мы получали ужасного клиента, который сжимал деньги, у которого был плохой материал, и мы зависали на всем этом вечно и бесконечно. И вот тот опыт, казалось, подкреплен кучей иностранной литературы и мнением очень многих аналитиков. Важно, чтобы клиент вас любил. Клиент должен к вам хорошо относиться. Он не должен чувствовать себя обманутым. Тогда и акты будут закрываться, и работа будет приниматься, и реакции будут адекватные, и так далее, и тому подобное. Вот эта вот продажа через силы и нагибания клиентов приводит к огромному количеству претензий, проблем с ПТК-ча и прочее, прочее, прочее. На мой взгляд, лучше перерыть повшире воронку, чем пережать клиента. И здесь вопрос в том, что нужно уделять очень большое внимание лидогенерации, то есть расширению воронки. Это очень неприятная работа, люди ее ужасно не любят. Зацепившись за кого-то хоть как-то, чтобы не заниматься лидогенерацией, менеджер начинает дожимать того, кто хоть как-то зацепился. Мне кажется, чтобы позвонить еще, постучать еще и поискать податливого клиента, она начинает дожимать того, который есть. И это видно даже по воронкам продаж. У успешного менеджера вход в воронку, как правило, был намного шире. У меня была самописная СРМ, я это видел. Поэтому здесь вот это место нужно ловить и заставлять заниматься ходом лидогенерации. Тогда и не понадобится дожимать плохих. Мне вообще этот вопрос постоянно мучает. Я о нем думаю все время. Могу сказать следующее. Мне очень нравится, как вы говорите, про расширение воронки продаж по лидам. Мы действительно считаем именно так же. за счет того, что... Вот у меня буквально тут пару дней назад был вопрос, как раз меня тоже спрашивают на круговом столе. Наша задача какая? Вот степень удовлетворенности клиента и платежеспособность клиента. Это одно и то же. Ну то есть есть такой миф или там про то, что если клиент удовлетворен, то он платит. А если не удовлетворен, то не платит. Ну я на два счета рассказал, что если клиент... Бывает, что у нас... Вот я, например, не удовлетворен своей арендной ставкой по недвижке, где мы арендуем, но я все равно плачу. Вот. Или, например, я не удовлетворен там. То есть я не делаю, потому что риски перехода там другие, что называется, на другую. Понимаете? Или просто у меня нет времени этим заниматься. Вот к примеру. Это раз. Второе. Поэтому мы заинтересованы, чтобы максимально у нас каждый день сыпали сверху лиды. То есть мы, в принципе, на менеджера задачу лидов и не ставим вообще. У нас этим занимаются замечательные коллеги из отдела маркетинга. и они с этим успешно справляются. Каждый день наша задача, чтобы просто у него были новые карты ему сдавали. Ну, а воронка мы контролируем, какая конверсия. Понятно, что хочется, чтобы мы не бросали сделки, которые могут быть успешно закрыты. Поэтому вопрос расширения воронки ключевой в этой ситуации. Грань здесь между впариванием в том, что просто в количестве сделок, которые находятся в работе. Если у тебя есть ресурс для того, чтобы клиента дальше дожимать, значит, если ты видишь, что он условно говоря сейчас не готов принять решение, поставь звонок и дай, чтобы тебе дали дополнительные запросы. Здесь вопрос не в дожимании, а в твое время, которое ты можешь эффективно потратить на другого клиента. И вот если у тебя этого клиента нет, вот это как раз вопрос и нужно рассматривать. Я тут буду оппонировать немножко. Дело в том, что вы смотрите с позиций при уже достаточно широкой верхней части воронки. У веб-студий на самом деле нет такой широкой части, им еще очень много работать над тем, чтобы туда попало большое количество лидов. Поэтому надо все-таки немножко размышлять в ситуации, когда у студий мало входящих и с ними нужно как-то работать. И для них это естественная потребность схватиться за каждого. Так вот скажу, не делайте так, ребята. Это связано с тем, что от клиентов во-первых надо отказываться и Алексей здесь совершенно прав, когда говорит, что клиента, которого вы дожали силой, скорее всего, будет для вас плохим клиентом, а это для вас очень большие риски оказаться в минусе и вообще работать через силу самим в дальнейшем. И с другим Алексеем соглашусь. Лучше потратить эти усилия на то, чтобы расширить верхнюю часть, нежели чем дожимать. Да, Алексей. Можно я добавлю? В той ситуации, которую вы описали, есть, как нас когда-то учили, нас на марксизме или нет, источники, составные части. Дело в том, что значительное количество веб-студий появляется примерно следующим образом. талантливый человек в компании с приятелем, возможно, поймал некоторое количество удачных заказов. Первая мысль, которая его посещает после этого, быстро снять офис, нанять 10 программистов и 25 продавцов. Потому что все же пошло. И вот после этого начинаются беды. Дело в том, во-первых, нельзя расти быстрее, чем доходы. Нужно сначала растить доходы, а потом набирать персонал, а не наоборот. Это во-первых. И, как правило, проблемы появляются в тот момент, когда мы просто не балансируем доходы с расходами должным образом. Во-вторых, несбалансированность доходов и расходов приводит к эффекту, как один мой знакомый бандит в 90-х годах говорил, «дрожащая коленка». Когда человек приходит на переговоры с ощущением, что если он не заключит конкретный контракт, то у него завтра придется закрывать студию. Ему нечем зарплату платить и аренда кончится. Как только клиент видит нервы и беспокойство на переговорах, он начинает дико давить, потому что так учат, в том числе на искусстве переговоров. Вы видите, что ваш переговорщик нервничает, значит, надо давить. Успешные переговоры могут быть только в том случае, если вы можете повернуться и уйти, не подкосив свою студию при этом. Право на отказ в переговорах это точно может сделать переговор успешным. Если у вас нету права на отказ, вы не сможете переговариваться, вас просто будут давить в ноль по цене. Соответственно, важнейший компонент это балансировка расходов в соответствии с теми доходами, которые у вас есть, и разумный рост. Не торопиться, давать прорасти как следует. Вот такая история, потому что, а иначе все, будете работать задаром. Можно я здесь тоже включусь? Вообще супер просто про доходы и расходы. Об этом вообще никто не думает, мне кажется. А вот в отношении того, что ты, Сережа, сказал по поводу того, что у веб-студии небольшое количество запросов, и они за них держатся, вот с этим я готов поспорить. Почему? Вот приведу пример нашей компании. Мы очень много наших заказов отправляем на аутсорс. Конечно, заключены переговоры с компанией, заключены в договоре. Немногоя часть компании, в принципе, готова работать на аутсорсинге с кема. Это другой вопрос. Но смысл в том, что даже с теми взаимодействием, я могу сказать, не менее, не более 15% спрашивают, а что по этому запросу, что по этому КП или расчету. И очень небольшая часть компаний звонит и спрашивает, интересуется по тем договорам, по тем договорам и счетам, которые выставлены на оплату. То есть, это значит, что у этих компаний нет СРМ. Вообще. Я понимаю, ты говоришь, что у них с потоком все хорошо, они его просто не обрабатывают. Нет, он даже не в потоке. Ну, как бы ты говорил, что он узкий, и они за него держатся. Вот я это услышал. Не держатся, да? Не держатся. Понятно. Я еще хочу добавить в отношении самого вопроса по поводу того, втюхать или все-таки отказаться. Я хочу обратить ваше внимание, коллеги, что продажа веб-сайтов это, наверное, все-таки не пирожки с испорченной начинкой, которые можно втюхать и убежать и следующие пирожки продавать в другом районе или в другой электричке. А все-таки мы с вами рассчитываем, приобретая клиента, на какие-то долгосрочные отношения. Даже в случае продажи готовых решений с быстрой сделкой, когда небольшие деньги очень быстро получили, мы все равно рассчитываем, и это правильно, на долгосрочное отношение с клиентом, потому что клиент лояльный, он, естественно, гораздо выгоднее и с точки зрения привлечения, и с точки зрения дальнейшей работы для вашей веб-студии. Поэтому насчет втюхивать я бы очень сомневался. Спасибо. Друзья, те, кто нас смотрит в онлайне, пожалуйста, задавайте ваши вопросы или, может, какие-то у вас есть идеи, которыми вы хотите поделиться. Под окошком трансляции есть форма для комментариев, где можно написать все, что вы считаете полезным для аудитории. И давайте, наверное, перейдем немножечко к другим сферам. У нас есть вопрос из онлайна. Человек спрашивает, как работать на рынке, где региональный дистрибьютор диктует розничную ценовую политику, и крупный конкурент магазин допингует ценой. Ну, он закупается где-то еще, в общем, он не участвует в этой схеме. Как жить, как продавать, как искать клиентов? Ну, во-первых, не отчаиваться. Ну, вот, это раз. Во-вторых, здесь обсуждается вопрос, видимо, бренда, который определяет ценовую политику. С одной стороны, есть какой-то крупный игрок, который приходит на этот рынок, и у них цена, из-за того, что они закупаются еще больше крупным опытом, она дешевле, что называется. Как я это понял? Вот смотри, у него получается, есть региональный дистрибьютор-поставщик, и никто другой не имеет права отгружать товар, и он диктует розничную ценовую политику. При этом есть крупный конкурентный магазин, который закупается не у него, он в этой схеме не участвует, и он имеет возможность снижать цену. То, что я и сказал, да, да. Значит, в этой ситуации нужно давать дополнительную услугу, которая, ну, как мы говорим, плюшка, в которой цена за сам продукт, поскольку она получается примерно одинаковая, там будет, ему будет превалировать, например, доставка, сборка, подъем. Я же не знаю, о чем идет речь, как продукт, но тем не менее. Значит, эти факторы тоже влияют. Ну, вот если мы даже о нашем, о больном, что называется, скажем, о лицензиях на сайты, да, к примеру, то сама по себе лицензия, ну, она, вы знаете, цена у всех одинаковая. Но почему-то к одним приходят запросы, а другим не приходят. Вот как, как так, да? Вот. И тем более то, что можно купить, например, у Битрикса, к примеру, все тоже одинаково, да? Вот как раз тот случай, тот же самый. Значит, нужно дать, во-первых, быть ближе клиенту, это раз. Близость клиента вообще очень важна. Вы находитесь там на выставке, он к вам подошел, а Битрикс там, это раз. Значит, вы должны быть более человечное лицо, понятно этому человеку, разговаривать на его языке, который ему понятен, это два. И в-третьих, это, соответственно, дожимать клиента на оплату, если этот запрос пришел. Если запросы ходят по рынку, ну, к примеру, так ситуация, он уже у всех опросил, значит, ну, не бросайте этот запрос, и звоните ему каждый день, спрашивайте, какая ситуация по запросу. Там будет какая-то дополнительная информация, нюансы, еще что-то такое. Там, переговорный процесс запонимает там несколько людей в прямом принятии решения, отработайте всех них, назначить дополнительную встречу. Ну, как-то я так рассматриваю эту ситуацию. Да, вот Олексей Аминский ответ есть. Скажем так, во-первых, я скажу, что хорошего ответа на эту ситуацию нет, принципиально. Дополнительные ценности, ну, например, логистика, да, то есть вы продаете дороже, зато в магазинах, которые в шаговой доступности. Да? Не всегда бывает достаточно. Скажем, если мы продаем мелкий продукт типа пива, или в каком-нибудь ошейне или каруселе пиво дешевле, аж на на целых 10 рублей, зато в подвальчике здесь мне надо ехать через полгорода. И тогда я могу продавать по другой цене. Добавленных ценностей может не хватать, особенно, когда мы продаем понятный продукт, конечный, не требующий доработок. Реально вот эта ситуация рассматривается даже специально в МБИ-евских курсах. Это проблема владельца бренда, вендора, который не может удержать ценовую стратегию. Это его проблема по-настоящему. Единственное, что нужно делать в этой ситуации, это просто приводить другой бренд или делать приватный бренд собственный. то есть реально присутствие в одном поле одного и того же бренда, одной и той же продукции по существенно разной ценовой ценовому предложению однозначно ведет просто тупо к потере прибыли. Здесь ничего другого не будет. Я не буду сейчас вдаваться в глубокие подробности теоретически. Единственный реальный выход это появление дополнительного бренда конкурентного. Не поставщика, а вот того человека, который страдает. Он должен стать поставщиком другого бренда. Да, то есть добавить линейку какой-то еще один дополнительный бренд. Понятно. Вот у нас из онлайна поступил вопрос. Опять немножко вернемся к организации отдела продаж. Вот вопрос. Руководство слабо реагирует на необходимость создания отдела продаж. Работаем в IT по госсектору есть желание работать и с коммерческими клиентами. Один-два менеджера киборга делают всю работу по переговорам, руководству, проектам и так далее. Как обосновать руководство необходимость создания отдела продаж на начальном этапе человека 2-3? Вот как быть? Как мотивировать руководство создать отдел продаж? Ответ. Не надо мотивировать руководство. Дело в том, что вот эта история, которая сейчас озвучена, она очень типовая. То есть я ну по много раз в год людям объясняю. Дело в том, что если руководство по каким-то причинам видит ситуацию иначе, нежели линейный сотрудник или сотрудник там 2-3 уровня управления, значит у руководства вероятно есть некие мотивы, почему оно так не поступает и так не делает. Эти мотивы могут быть совершенно неочевидны инициатору. Может долги, может деньги, может идеология, может что-то. Кто его знает, что там варится. Мы не знаем всей кухни. Это во-первых. Второй момент. Если топ-менеджер, руководитель, владелец компании не верят в ту или иную идею, с чем бы не было связано вот это недоверие, значит все равно работы не будет. С этой точки зрения для сотрудников подчиненных я обычно рекомендую принять немножко другое восприятие. Вы участвуете в определенной игре на деньги. Вам предлагают некие условия, в которых вы можете выиграть свою зарплату. Вы в этой игре либо участвуете на тех условиях, которые вам предложили, либо не участвуете в них путем нахождения себе другого места работы. Тогда это нормально, это лояльно, это разумно. Но когда вы начинаете внутри компании устраивать какую-то гонку с криком «Ай-яй-яй, начальник ничего не понимает, я тут весь в белых штанах все понял», ничего хорошего из этого не получается. Поэтому просто не надо этим заниматься. Вы сделали свое предложение, вы предложили некий план действий, план работы, если он разумный и несет выгоды владелец и топ с этим согласен, ваше предложение будет принято. Если оно не принято, значит, исполняйте свои обязанности в соответствии с договором. А вот еще несколько вопросов про отдел продаж. С чего можно начать развитие вот здесь вопрос про бизнес и был еще ранее про отдел продаж и поиск клиентов в условиях ограниченного финансирования, ограниченного стартового капитала. Я могу ответить легко. Мы, например, когда открывали компанию, у нас вообще ничего не было. Первая компания, естественно, никакого стартового капитала у нас тоже никакого не было. Вот если говорить о направлении там ПИНО, то есть идет последовательная работа. Вот могу привести пример с партнерской программой Битрикса, она не требует каких-то капиталовложений. Там простые пути. Это ваше речи, это в ваших человеках часах. Вот если у вас есть время спать не 12 часов, например, а там 5 часов, у вас высвобождается время, которое можете потратить на развитие собственного бизнеса. Тут капитал не требуется, увеличение ваше желание требуется. Раз. Поэтому я в этой ситуации считаю, что есть огромное количество рынков, ну, скажем так, или там направлений, в которых не требуется стартовый капитал. Открыть компанию сейчас, даже если вы сами не юрист, не бухгалтер, стоит 4 700 госпошлина, плюс юрадрес, ну, это понятно, кто-то сам может там иметь свой, либо там как-то еще там договориться. Но в целом открыть компанию, ну, там максимум 30-ка, если вы сами вообще ничего не знаете. Вот. Ну, вот 30-ка. Это по максимуму, там, если вы сами вообще ничего не занимаетесь этим вопросом. Ну, как бы небольшие деньги, их можно раскидать тоже и открывайте, и начинайте формировать. Но другой вопрос, открытие компании, под что она открывается, скажем так. Ну, то есть, это во многом, это лично, я считаю, это все человека-часы, твое время. То есть, ты готов там годик-другой поспать по 4 часика, значит, сутчики-пики будет, все хорошо. Вот мой очень простой, здесь ответ. На эту тему было сейчас же недавно совершенно роскошное интервью, по-моему, Наталья Касперская, да? Было роскошное интервью, которое объясняло, что такое инвестор и чем он чреват. Во фри это была вся эта история, где она сказала, что инвесторы – это зло, лучше их не иметь вообще. Да. Вот вам совершенно разумный и очень богатый человек объяснил, что он думает по этому поводу. Просто надо делать какое-то дело, которое нужно окружающим людям. Хорошо, давайте теперь перейдем у нас есть блок вопросов про мотивацию продавцов, как вообще мотивировать их работать. Ну вот, например, спрашивают, как заставить работать в системе тех, кому за 35 активно сопротивляются, предпочитают бумагу? Что делать? Я очень люблю этот вопрос, потому что у нас, если отталкиваться от клиентов в B324 и вообще в любом продукте, в нем в плане принятия решения участвуют сразу несколько людей, в том числе разных возрастных диапазонов. Но вы знаете, что очень много бизнесов, в которых решения принимает один человек или два, и они возрастные люди. То есть 35, старше 35, это еще не вариант, не предел. Все может быть гораздо выше по возрасту, но это ни о чем не говорит с точки зрения того, что у людей там не хватает ума или знания, или понимания. Просто они выросли в другой системе координат, и это нормально. Мы чаще общаемся с какими-то разными людьми по возрасту, по должности, по пониманию, потом общаемся с другими, потом с третьими, потом с четвертыми. И везде нужно доносить эту точку зрения, что этот продукт решает какую-то бизнес-задачу. Может быть, и сейчас вы это не понимаете до конца, потому что, ну, ввиду каких-то своих особенностей, вы с этим не работали. Но в целом давайте рассмотрим ситуацию, что компания – это организм, организм многих людей. Вот если вы хотите, чтобы вместе, чтобы организм этот жил и развивался, и не было в нем, ну, скажем, метастаз, ну, так, если говорить, чтобы он не загнивал, не было тухляка, давайте развивать. Это один аспект. Другой аспект – если компания, там, монобренд, один клиент, «Газпром», и все у них хорошо. Может быть, им и не нужна никакая автоматизация как таковая. И это нормально тоже. Но если мы говорим о конкурентном рынке, о воронке продаж, о развитии этого отдела продаж, то мы говорим о, в том числе, о функциях взаимодействия в компании, которые нужно, чтобы они становились проще, возможность согласования документов проще, быстрее развивалась, то это, по-моему, вопросы лишь дополнительных часов обучения, которые нужно сделать в том формате, которым этому человеку удобно и понятно. Ну, вот личное обучение, например. Мы такой вот выезжаем, я вот в начале встречи рассказал, что вот у нас есть чудесный клиент-кэмп в Домодедово, занимается автокомпонентами в 90-е, понимаете, да? Вот, огромный комплекс. Мы приехали, и вот директору компании делали онлайн-обучение, приезжали в Домодедово, рассказывали. Так он на втором часу, на втором встрече нашей, которая у нас была, он нас уже там по бизнес-процессам гонял, как то, как это. Классно, вообще вкусно. Ну, это клиента, которым нужно продать, да? Да ладно, продавал, там был заказчик, это IT-директор, вот ему это надо было. И вот он… Как заставить своих сотрудников, продажников, вот вопрос еще, как заставить сотрудников заносить в СРМ всю информацию о клиентах, контактах и сделках? И другой вопрос абсолютно. То есть мы говорим сейчас о вопросах автоматизации уже контента, который размещается здесь. Например, у нас есть классный, вкусный пример, когда вот есть, например, продукты, B324 коробочная версия, на определенной стадии сделки, она не переходит на эту стадию автоматически, если не заполнили определенные поля. Хочешь получить процент, заполни поля. Все просто. Отлично. А вот у Алексея Саминского еще ответ есть. Ну, во-первых, часть моего ответа только что съели. Во-первых, если заниматься вот этим возрастным шовинизмом, то я в свои 55, видимо, в компьютерах вообще ничего не должен понимать. А мой отец, который в возрасте 80 лет работал в интернете в программе геном «Человек» это вообще монстр непонятный. А когда я в 1995 году, примерно через 4 года после начала активных продаж компьютеров в России, у нас стояла сеть, и женщины 35-50 лет в те времена спокойно все заносили куда угодно. И зайдите вообще в хорошую бухгалтерию, посмотрите в лицо главного бухгалтера, объясните ему, что она в свои 55 типа в компьютерах не разбирается. понятно, да? Это просто называется такой глупый шовинизм, во-первых. Проблема, на самом деле, вот такого рода вопроса вообще в другом. Дело в том, что человек в диапазоне примерно с 30, грубо говоря, до 50-60 лет находится в возрасте максимальной силы. человек уже приобрел опыт после института, уже около десятка лет отработано, физически, морально. Это очень сильные люди, и с ними трудно справиться. Если человек в возрасте в диапазоне от 30 до 50 считает, что вы пытаетесь заставить его заниматься ерундой, то вы должны иметь либо очень серьезную харизму, либо очень серьезные рычаги. А вот когда у вас нет ни харизмы, ни рычагов, вот тогда он вам и объясняет, что все, что вы от него требуете, это ерунда, он на бумажке быстрее сделает. Поэтому в данном случае эта проблема состоит, как правило, не в том, что подчиненному 35, а в том, что начальнику 20 с соответствующими последствиями. Значит, ставит вопрос одно из двух. Либо вы должны объяснить людям, что это, а, строго необходимо, и объяснить, почему это хорошо, и нужно. Вариант номер один, чтобы они приняли вашу идею, потому что они способны оценивать и способны думать. Либо вариант номер второй. Вы должны объяснить, что пока не внесено все в соответствующие поля, а зарплате разговора просто не идет, и что это просто является тупо обязательным требованием. Ну, например, выписать договор может только девушка-секретарша на основе занесенной в базе данной информации. И никто другой договор заполнить не может. Ну, ставите просто такое препятствие. Нельзя напечатать договор просто из Экселя или из Горда. И все. А дальше все встало. Это номер два. Но здесь нужно, так сказать, просто внимательно подумать, почему люди не готовы вас слушать. Вот и все. Это совершенно следующий вопрос. И тут дело не в возрасте. Ну, это, наверное, тема для отдельной встречи, да, немножко не в нашей специалии. Ну, вопрос харизмы и власти, это такой интересный вопрос. Вот есть еще близкий по теме вопрос тоже к контролю работы менеджеров продажам. Человек интересуется, как лучше организовать распорядок для менеджера по продажам. Жесткий контроль распорядка дня, расписанный по часам и контроль выполнения, или свободный график с контролем только по финансовым результатам, или какая-то комбинированная схема в зависимости от конкретного человека. Что лучше? Вот это вопрос, это продолжение первого вопроса, предыдущего вопроса. Это, знаете, вот есть грамотные специалисты, которые могут завалить любую задачу. Таких мы тоже очень сильно любим. И на стороне клиента тоже очень сильно любим таких клиентов. Сотрудников, я имею в виду, которые находятся в группе принятия решения. Грамотный специалист, который любит завалить и умеет завалить задачу, он задает именно такие вопросы. Почему? Потому что, если мы говорим сами о задаче завалить внедрение ЦРМ, то именно такой вопрос нужно задавать. Есть только один способ, чтобы в системе была информация. Позвонил, записал. Вот это единственный способ. Других вариантов просто нет. Вот это если говорить о том, как сделать, это как бы о том, как решить задачу. А если говорить о том, как завалить внедрение ЦРМ, то можно внедрять, можно записывать по вечерам. Тогда мы возвращаемся к функции Excel, понимаете, где что-то заносится, но нет всплыва жару информации и главное, нет оперативного взаимодействия с этой информацией, что самое главное. Вот, например, рассказываю про свой кейс вчерашней нашей ситуации. Клиенту позвонил наш менеджер, получил информацию, что он будет покупать лицензию напрямую у Битрикса, потому что цена одинаковая. И он не сделал ничего, не сделал общий чат, не поднял вопрос, не стали мы говорить, если бы он занесел вечером, ситуация бы ушла. Другой менеджер увидел в ленте эту информацию, создал групповый чат, позвонил я, все объяснил, клиент все деньги оплатил. Это вопрос о том, что внесение информации стоит вам победы. Это ответ на немножко другой вопрос. У нас спрашивали, стоит ли вносить каждую сделку сразу после окончания разговора, или через 10-15. Конечно, сразу. Здесь вопрос немножко в другом. Как именно контролировать работу менеджера? Не только же по внесенным каким-то сделкам, какие-то еще есть, наверное, параметры. Как контролировать работу менеджера? Стоит ли график ему дать свободный и только по финансовым показателям оценивать? А, об этом? Ну, здесь я лучше... Скажем так, подавляющее большинство людей, имеющих опыт в спорте, знают, что тренироваться с тренером, который тебе палкой стучит по спине, намного легче, чем заставлять себя самостоятельно это делать. Подавляющее большинство людей имеет, так называемый, внешний локус контроля. То есть, они не являются самым мотивированными, самоконтролирующимися. Подавляющее большинство людей. Я не скажу что все, но большинство. С этой точки зрения в среднем система дисциплины... Скажем так, как недавно здесь выскочила фраза «дисциплина побеждает мотивацию». Дело в том, что система с дисциплиной в среднем налаживается легче и в среднем работает эффективней. Да? Как в армии. Подняли, построили, налей направо, все пошли. Да, есть взводы разведки, люди, которые выбирают движение самостоятельно. Так и здесь. Скажем так, я отношусь к следующей истории. Возможность работы в свободном графике с чисто финансовым результатом это удел избранных. Это награда. Вот если у вас есть очень крутой, очень хороший продавец, способный сам себя направлять, вы можете ему предоставить специальные права. И все ему будут завидовать. Потому что это мечта любого человека утром не вставать. Понятно, да? Никуда не ехать и еще что-то не делать. 99% остального народу должно приходить вовремя, уходить вовремя и контролироваться. Вот такая печальная наша картинка. Ну да, понятно. Есть еще вопрос, он как бы, наверное, уточняет предыдущие. Прям совсем такая узкая у нас область. Есть ли смысл ввести жесткое скриптование звонков менеджеров в агентстве недвижимости? Тут даже целая дискуссия развернулась в комментариях. Кто-то говорит, что вот новички теряются, если человек отвечает четко по скрипту, ощущение, что менеджер вообще не в теме, там вот вправо-влево он ответить уже не может немножко. А кто-то считает, что если дать им свободу и скрипт убрать, то это будет как бы разговор там о погоде, о птичках, и ничего толкового из этого не выйдет. Как быть? Вы понимаете, это ведь та же самая история. Она абсолютно про то же самое. Ну вот опять, мы видим обучение человека. Вот сначала мы, мама мыла раму, сначала мы делаем упражнения, прописанные, сначала мы учим стихи кем-то написанные и прочее, прочее, прочее. На нижнем уровне, на начальном уровне подготовки скрипты являются очень ценными. Скрипты являются очень ценными при продаже массового продукта. Да, потому что вам нужно много народу, который быстро включается. Чем сложнее продукт, чем больше времени проработал человек, тем меньше ценность у скрипта. Да, то есть, вот там руководителю компании, там опытному продавцу скрипт, в общем, не особенно нужен. Он, так сказать, сам разберется на месте. Начинающему, конечно, нужен. Понимаете, да? Ну, скрипт это такой костылик, подпорочка, который позволяет начинающему эффективно работать. Мы дальше разбираемся. Ну, вот у человека, который задавал вопрос, были опасения, что, или кто-то ему отвечал. В общем, смысл в том, что если человек, не понимая сути, отвечает четко вот по этим пунктам, создается ощущение, что вот он не профессионал, и клиент уходит в этот момент. Вы знаете, прошу прощения, извините. Я буквально вот так случилось, две недели назад, вел переговоры с компанией, и там меня попросили подождать, там директор задерживался, и я краем уха слышал звуки из отдела продаж. И там девушка изглазала, ну, это, вы вот, если мы, мы, вот, ну, вообще, я нашим мальчикам позвоню, они вам все объяснят. Понятно, да? Это тот случай, когда лучше бы она по скрипту. Еще раз, работа без скрипта удел высоко подготовленных людей. Дальше все. Мне, я сейчас там полностью согласен. Это вопрос о том, ну, такой, скрипт это плохо или хорошо, примерно так. Да, конечно, это же хорошо. Это прекрасно, потому что это дает возможность быстро прокачать оператора, который имеет, ну, невысокий уровень знания рынка, там, конкретного клиента, понимания ситуации. Это здорово. Особенно, если он еще интуитивный, там я видел такие интересные сценарии у разных клиентов, где у них собрана хорошая база Вики, и во время звонка он еще ее подгружает, и, в общем, это не просто бумага, что называете, это как бы некий такие, ну, интеллектуальный помощник, скажем так. Это два. А что касается вопроса по поводу нужной работы по скрипту, конечно, нужной работы по скрипту, потому что ты, это, понимаете, продажи, это качели. Ты постоянно играешь в эти качели, ну, или покер. Ты играешь, не знаешь, как у него карта за столом, ты не знаешь, как быстро он раскроется, понимаете. Вот. И ты, соответственно, играешь по той схеме, которая у тебя сложилась. Невозможно давать сразу полный карт-бланш клиенту выкладывать, ну, по твоим возможностям, потому что, если ты будешь выкладывать все время этот карт-бланш, вы будете медленно масштабироваться. Ваша задача быстро закрываться по сделкам. Ну, это задача любого бизнеса, как можно быстрее получать деньги и на них развиваться. Вот. Ее можно достичь только тем, если ты будешь давать только тот объем услуг или там плюшек, который необходим для заключения сделки. Поэтому скрипт это очень здорово. Да, Алексей. Дело в том, что, видите, здесь вот какая вещь. Подавляющее большинство народу не видели, что такое настоящая работа по скриптам. Я просто имел удовольствие наблюдать. Я когда-то делал большие заказы в колл-центр, хороший большой профессиональный колл-центр, где там в каждом зале по 300 девочек сидело. И разговаривал со специалистами по разработке телефонов скриптов. Это было целое искусство. То есть скрипт разрабатывался большим коллективом по 2-3 недели там с пилотажами, с пробами, еще с чем-то, еще с чем-то. Причем девочки, которые сидели в наушниках, они вообще их не знали. Им просто выбрасывал на экран, они просто зачитывали. И вот этот опыт просто показал, что на самом деле просто в подавляющем большинстве людей то, что называют скриптом, это типа фраза «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, звоню оттуда. Можно ли поговорить с человеком, который там что-то решает?» Он говорит, «Нет, нет, спасибо, не надо, до свидания». Вот это у нас называется скриптом. Настоящие качественные скрипты это на грани искусства. И тот, кто хочет понять, что это, вот надо напроситься каким-то хорошим, хорошим, большой колл-центром, посмотреть, как это работает, и как софт работает, и как работает ветвление этого софта, и прочее, 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 прочее. Ну, и, соответственно, понимать, ну, и, во-первых, нету хороших, плохих вещей. Есть хорошие, плохие вещи, соответствующие ситуации. Это, как, я прошу прощения, куча навоза, это хорошо или плохо? Здесь это было бы плохо, на участке садовом, это отлично. Зависит от ситуации. Поэтому не бывает плохих и хороших вещей. Бывает хорошее и плохое применение. Если я буду продавать космические корабли при помощи скрипта, наверное, я буду неправ. А пылесосы Кирби легко и весело. Спасибо большое. И давайте, наверное, перейдем к интересному вопросу про создание удаленных отделов продаж. Как нанимать сотрудников, как их контролировать, как с ними работать? Алексей Акаров, пожалуйста, со своим кейсом. Нанимать 351 статья ГК удаленная штатная работа. Обязательно так скачайте себе обычный конштатный трудовой договор и его переделайте. Ну, или хотите, отправьте этот запрос нам, и мы вам вышлем наш трудовой договор, который мы заключаем с нашими сотрудниками. У нас их 27, они все удаленные штатные сотрудники. Ни фрилансеры, ни бьюти-блогеры, ни кто-то еще. Удаленные штатные сотрудники согласно Трудового кодекса Российской Федерации. Ты ему можешь не обустраивать его рабочее место, ты ему не обязан делать офис, рабочее место в офисе, ты ему не обязан организовать юрлицо с филиалом в его городе, урюпинске. И это не формула речи, а город. Ты ему, в общем-то, не обязан делать ничего, кроме этой статьи, которая обуслована в этом гражданском кодексе, в этой конкретной статье. Ну, опять же, трудовой договор. Второе. В рамках этого трудового договора хорошо прописать обязанности его, потому что уволить его будет чрезвычайно сложно, потому что проконтролировать будет его тоже, в общем, непросто. Ну, то есть, я имею в виду того, что помимо KPI, каких-то параметров, то есть, должны быть в договоре прописаны параметры KPI. Например, он должен обеспечить какой-то объем сделок с каким-то параметром вот этого, вот этого, вот этого. Обзванивает столько-то звонков, если он не выполняет, то ему ставятся такие-то параметры, если он их не выполняет, то он ставится на увольнение. То есть, чтобы ни одна трудовая инспекция к вам не приходила, а вы им показали договор. В нем четко все прописано. Это раз. Вернее, это два. И третье, соответственно, как нанимать. Очень просто нанимать. Сразу говорю, что наш кейс это кейс не про трубу Headhunter и Superjob вкладывание денег в них, потому что я называю это трубой, а про то, что есть огромное количество кадровых агентств, в них работает огромное количество на удаленке штатных сотрудников, у которых есть доступ к этим аккаунтам, которые вложены по 500 тысяч рублей, они вкладывают год на год. Этим людям нужны деньги. Они готовы вам предоставить поиск, даже поиск и обзвон этих людей по вашим параметрам. У нас вот так сделано, и мы постоянно нарабатываем базу тех людей, которые готовы работать. Постоянно мы формируем по 15-20 ежедневных анкет, которые приносят нам ветер перемен, скажем так. Мы их приглашаем в портал, и дальше, соответственно, начинаем их отрабатывать. Ведь, если говорить о региональных сотрудниках, скажем так, все-таки зачем брать удаленного сотрудника в Москве, если лучше взять его условно Маурюпинский, так хороший город. Явно, что у него зарплата будет другая, а требования будут пониже, чем у сотрудника из города Москвы. В Москве нужно платить ипотеку или аренду жилья, в общем, понятно все. Значит, соответственно, берем город как можно меньше. У нас, например, требования города не больше 100 тысяч жителей должно быть в этом городе или поселке. Мы его приглашаем в портал. Джо Пофер мы ему не даем сразу же, как он этого хочет. Чем меньше должность, тем больше человек хочет быстрее Джо Пофер. Это странно. И дальше, соответственно, мы ему говорим, выкладывай свой договор, выкладывай свой диплом, выкладывай все документы, начиная со школы, выкладывай свой диплом из своей музыкальной школы. В общем, мы проверяем его данные, которые он выкладывает. Если он данные не выкладывает, значит, он не хочет работать в нашей компании. Мы ему не берем на работу и мы ему Джо Пофера не даем. Он выкладывает все данные, начинает его с спортивной школы, справки, все, сканы, 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 выкладывает все. Если он выкладывает, значит, он выходит на такой сценарий, который мы называем YouTube интервью. Он стоит дома на основе своих обоих или ковра, делает запись на своем ноутбуке и выкладывает нам ссылочку с YouTube канала на себя. С этой задачей справляется еще меньше людей. Если он справляется и с этой задачей, значит, Елена Козырева и я делаем с ним онлайн-встречу через GoToMeeting, на которую мы смотрим. То есть, если он прорвался через эти тернии, значит, это человек, который хочет работать, находясь в своем городе Урюпинске. Если он хочет работать, он прошел через эти IT-сложности, там много нюансов, сканы, нужно иметь красивые фотографии, не у всех они есть. Мы многим заказом даже в городе сходи, пожалуйста, в нормальную фотостудию и сделай хорошие фотографии для портала, чтобы у тебя были классные фотки там. Это вы как-то упрощаете. Это много нюансов, да. И дальше, соответственно, человеку дается джоп-оффер. Берем его на оклад плюс проценты сразу же, с первого месяца. Мы ему говорим, мы ему говорим, мы тебе гарантируем работу согласно Трудового кодекса, ты будешь завален работой, реально завален. То есть, проблемы с поиском клиентов, ничего такого нет. Ты должен просто их отработать. То есть, ты должен дать ему работу согласно ТК, ты ему должен дать обучение, мы ему даем работу в формате лети как я, а это самый лучший сценарий. И третий вариант, мы ему говорим, что если мы тебя будем бить по голове, условно говоря, а ты должен кивать и говорить, ребята, я не прав, но я готов учиться. Вот если ты эти три условия выполняешь, значит, этот человек проходит на следующий раунд, который называется «Я живу в Саратовской области и получаю полтинничек в месяц и развожу кроликов». Ну вот. А как контроль происходит удаленных сотрудников? Как они работают? У них какой-то режим, есть график? У каждого сотрудника есть свой режим работы, который он для себя говорит, что ему это, ну, мы договариваемся, это вопрос абсолютно обсуждения. Очень классный пример в том, что особенно здорово брать людей из разных часовых поясов, поясов России. Например, у нас есть Калининград и Владик. Ну, не Владик, а Иркутск. То есть, это та уже история. То есть, разница в часовых поясах дает возможность быстрее отвечать на вопрос клиента и делать бизнес именно по-настоящему российским. Это очень интересно. Пример для многих компаний, потому что, во-первых, ты не ищешь сотрудника от часа, полутора от работы, ты существенно содержаешь свои HR-возможности. А раз, ты вообще не ограничен в вопросах масштабирования бизнеса, у тебя стоит задача получить 50 запросов, ты запустил контекст, у тебя уже три оператора стоит готовые работать. Ты их как бы не заморачивался, искал. И третий вопрос, если говорить о скорости ответа на запрос, то многие клиенты, я вижу, нам пишут по запросам, в то время, у нас поэтому поле город, это обязательное заполнение, поле город, у нас оно очень важно, потому что даже психология людей из Сочи существенно отличается психологией людей из Новосибирска. Я готов об этом говорить очень долго. Из Владика своя психология, то есть из Калининграда своя психология, из Питера своя психология. И поэтому это как бы вопрос психологии и времени, скорость ответа на вопрос. При наличии людей, которые ты ему ставишь, его 8 часов, это твои 10-12, появляется, что он быстрее, ты с утра просыпаешься, а там работа уже сделана немеряно просто. И ты как бы, там уже есть сделки с утра насыпавшиеся, которые находятся на высокой стаиде отработки. Тебе просто нужно либо акцептировать ее, но сказать, мы согласны на скидку. Либо ты говоришь, там включаешься, просят позвонить, потому что там есть свои нюансы, он не согласен никуда вступать, он просит, чтобы ему позвонил грамотный человек, ему там с ним все поговорил, потому что человек не хочет никаких действий предпринимать, пока ему не позвонит правильный человек, который обладает правильным функционалом и пониманием отлично. Спасибо большое. Алексей, у вас есть что добавить? Ну, просто поскольку у меня нет практического опыта, вот организации удаленных работ, я, так сказать, с большим интересом и удовольствием слушаю, но в данном случае я не думаю, что я могу что-то давать. Мне, как раз, наоборот, очень интересно. Спасибо большое, очень круто. Хорошо, спасибо большое. И я думаю, что мы теперь, наверное, уже перейдем к блоку технических вопросов, которые нам задавали про Битрикс24, про СРМ. Ну, начнем опять с вопроса Алексея Вакария. Персональный вопрос был задан. Была просьба сравнить Битрикс24 и другие СРМ. По каким параметрам? Сравните, пожалуйста, Битрикс24 и другие СРМ, например, ритейл СРМ для интернет-магазинов. Легкость интеграции с 1С и стоимость владения и обслуживания. Интеграция с 1С. Я вот это решение, кстати, начал для себя изучать, осмыслать. То есть я именно с этим решением в лоб, то есть детального анализа сейчас вам не готов предоставить, потому что, ну, как минимум мы его не продаем и я его лично плохо знаю, например. Ну, вернее, вообще его не знаю. Но я его почитал, информацию на досуге, я посмотрел, что это молодой стартап, не такая большая компания, там всего 600 подключенных интернет-магазинов, что, в общем, это, ну, как бы, немного. Для меня это показатель того, что эта компания может как подняться вверх, получив какой-то венчурный финансированный, так и же может просто кануть в лету. А это большой вопрос, кстати, между прочим, с кем работать. Все-таки лучше работать с крупными локомотивами, таких как Bittrex, к примеру. Вот. Это раз. Второе. Да, я посмотрел, там интересный потенциал роста, связанный с тем, что она оценивает за счет подключения интеграции с метриками, ты можешь смотреть там глубокое понимание, где находятся клиенты, как он конвертируется в заказы. Это очень крутая идея, и это очень здорово, что они над этим работают. Это два. У Bittrex 24 такой, ну, именно метрики стандартной, то есть, или готовых интеграций я лично не видел, даже в маркетплейсе. То есть, очень простое подключение, что можно было оценивать аналитику не то, что сколько лидов конвертировалось в сделки, а сколько посещений на сайте перешло в лиды из них в сделки. Это, конечно, очень интересные метрики, и очень здорово, чтобы они развивались и дальше. Ну, и у Bittrex 24 тоже в частности. Но это в облаке, потому что в коробке это можно допилить все, что угодно, и такие кейсы нам клиенты постоянно задают, и они, я знаю, решаются очень тоже крупными, хорошими компаниями, которые занимаются интеграциями коробок, ну, и вообще разработки на коробках. Это два. Но, в-третьих, если говорить о дальнейших вопросах обслуживания, вот цены и дальнейшие возможности, то вот я могу сказать следующее. Дешевле Bittrex 24 на компанию с количеством сотрудников 50 человек на рынке нет. Вот простой я приведу пример. Вот если у вашей компании 50 человек, вот именно 50 сотрудников, вам нужна интеграция с сайта, а если еще у вас добавим сайт на Bittrex, на BUS, то есть лицензия у вас на сайт на Bittrex, плюс вы ищете какое-то решение для автоматизации сайта, то, конечно же, это Bittrex 24, потому что это самый простой вариант автоматизироваться, что называется, очень быстро, потому что вы же знаете наверняка, что если мы говорим о вашем сайте, если он сделан на Bittrex, то в нем есть, начинается редакция стандарт, веб-формы, которую вы можете нарезать в каждом из разделов. Причем я очень прошу веб-разработчиков, мы часто принимаем сайты, которые сделаны конкурентами, скажем так, и там сделана одна веб-форма, это в лучшем случае, а в худшем случае форма обратной связи. Я вообще не понимаю, как сайт за 150-200 имеет форму обратной связи, а не веб-формы. У меня в голове это не укладывается, но это реальность. То есть веб-форма дает как модуль, в Bittrex дает возможность иметь возможность по полям падать запросы в вашу CRM-ку. Это стандартный штатный функционал, который во многих, ну если вы, например, сайт на какой-то, не знаю, не буду сейчас говорить, другие движки, ну например, там какая-то бесплатная, популярная, то у него будет целый вопрос, который будет решаться через API. То есть это уже какие-то сложности, понимаете? А в этом случае эта веб-форма будет падать вам в Bittrex 24 напрямую, в лиды по полям. То есть ваши поля, которые вы это занесете, хоть там 30 полей, они все будут падать по полям. Это будет удобно для конвертации. Это раз. А второй, если у вас интернет-магазин, если возвращаясь к кейсу этого клиента, который задал вопрос по сравнению, очевидно, Retail CRM с Bittrex 24, ну как вопрос, то не забывайте о том, что начиная с редакции «Малый бизнес», у вас появится возможность напрямую заказа сайта, который падает в корзину на сайте, напрямую падать в CRM. Плюс там есть очень много интересных возможностей, что если сделка больше, чем определенную сумму, то запускается бизнес-процесс с определенными нюансами. Ну и плюс вы можете сами себе настроить кучу бизнес-процессов, потому что не забываем, что Bittrex 24 это не только корпоративный портал, но и CRM, в котором есть визуальный редактор и дизайнер бизнес-процессов, который позволяет на вашей сделке нарезать очень много нюансов. Вот в отношении этого решения я сомневаюсь, что в нем есть такой богатый, реально выше среднего уровня дизайнер бизнес-процессов. Мы в этом не устаем говорить. Поэтому, если еще раз зафиксируется как факт, что у вас интернет-магазин, вы уже понимаете, что безопасность интернет-магазина, вопросы экспорта, импорты данных из 1С вам чрезвычайно важны, то, наверное, вы склоняетесь к бус, который будет коммерческий, то есть это Bittrex, бус, значит, лицензия управления сайтом, это раз. Если у вас сайт на Bittrex, таких 100 тысяч сайтов в стране, не забываем об этом, то в этом случае вы понимаете, что у вас интернет с 1С интересует, то есть обмен штатный по заказам, по товарам, там очень много интересных сценариев, то в этом случае вы скатываетесь на то, что заказы нужно где-то обрабатывать. Это подключить бесплатную редакцию Bittrex 24 и попробовать штатный обмен по сделкам и по веб-формам. Уже это вам даст возможность на бесплатной, подчеркиваю, лицензии протестировать все эти нюансы, потому что в бесплатной Bittrex 24 на редакции проект до 12 сотрудников доступна вся CRM бесплатно и дизайнер бизнес-процессов. Но вот если мы говорим об этом, ну, таком, о всем, о обсуждении, то лично я альтернативы просто не вижу. Вот как есть, говорю. Спасибо. У нас еще очень много вопросов таких технических. Вот, например, спрашивают, каким образом интегрируется Bittrex 24 с CRM в 1С? Ну, наверное, здесь был вопрос с 1С CRM. Ну, видимо, с 1С, да. Потому что с CRM Bittrex 24 он использует CRM, ему интеграция не требуется. Bittrex 24 с 1С CRM никак не интегрируется. Bittrex 24 имеет штатную интеграцию с редакциями 1С, таких других продуктов, например, управление большой фирмой, управление торговлей, комплексная автоматизация и, как говорится, и другие еще, да. Но не классическая бухгалтерия предприятия за 3 700, как сейчас я знаю. В нем нет штатного модуля обмена, к сожалению или к счастью. Поэтому если мы говорим, что у вас уже есть 1С CRM и вам, наверное, хотелось бы, во-первых, странно, зачем вам нужно тогда Bittrex 24, видимо, говорится, видимо, есть задача уйти из интерфейса 1С CRM, чтобы менеджеры выставляли заказы и все остальное в Bittrex 24. Но это уже вопрос конкретного обсуждения объема интеграции. Почему вас не устраивает функционал 1С CRM? Потому что это одно из тоже популярных решений на рынке. Что же тут говорить? Это правда? Тогда вот еще вопрос. Можно ли импортировать клиентскую базу из другой CRM? А это вопрос к этой CRM. Ну, то есть... Нет, в Bittrex 24 и с другой. Вот я про это и говорил, да. То есть, если мы с вами обсуждаем другие CRM решения, то у них свои подходы к вопросам выгрузки и экспорта. Ну, данных в частности. Есть, которые каждую неделю высылают вам базы и вы можете в ней ковыряться как угодно. Есть те, которые имеют только возможность экспортировать какие-то сущности. Ну, это такой стандартный сценарий. То есть, вы экспортируете какие-то файлы и дальше их заливаете в Bittrex 24 на основе импорта через CSV файл. Это штатный вариант в Bittrex 24 сущности контакты, компании, сделки, то есть, заказы с других. Ну, называться сущности могут по-разному, но суть такая. Товары вы можете импортировать из других CRM. Это штатный CSV файл. Понятно. Тогда вопрос, наверное, к Сергею. Многие клиенты звонят мне на мобильный и, знаете, нет записи о звонке в CRM. Есть ли возможность этот вопрос технический? Будем, есть, планируем? Если звонок приходит напрямую на мобильный телефон, то, конечно, здесь сложно что-то сделать. То есть, тут надо подходить от решения. В частности, клиенты могут звонить на какой-то общий номер и впоследствии будет происходить переадресация на мобильный телефон ответственного сотрудника или по каким-то другим правилам. В этом случае, конечно же, запись будет сохранена. В случае, если происходит звонок напрямую на номер мобильный и телефон менеджера, то здесь мы ничего сделать не сможем, потому что телефония B324 в данном случае никак не задействована. Она даже не узнает о том, что такой звонок произошел. Поэтому тут надо попробовать какое-то административное решение применить и, соответственно, переорганизовать вопросы звонков клиентов. Спасибо. То есть, либо вынудить их звонить именно на общий номер компании каким-то образом, не звонить лично менеджеру, либо заставить менеджера заносить любую информацию в сервис сразу же. Спасибо. Вот еще вопрос. Человек спрашивает, как наиболее оптимально связать между собой несколько инструментов для более успешной работы отдела продаж оффлайнового и онлайнового. Видимо, у него есть серия B324, интернет-магазин на B324, живосайт, 1С, и вот у него есть ощущение, что эти инструменты дублируются, не дополняют друг другу, а именно как-то усложняют процесс синхронизации. Вот что делать человеку? Во-первых, здесь были использованы продукты. Я только читал этот вопрос, он, кстати, очень правильный, потому что клиент, мы должны обрабатывать любые запросы, которые приходят из разных каналов получения. Это правильно. Значит, если мы говорим по пунктам, живосайт в облаке есть приложение, оно бесплатное, пожалуйста, его скачивайте в вашем же B324 в разделе приложения, находите его в поиске, живо вбиваете, находите, скачиваете и связываете запросы, которые обсуждаются в чате, создаются контакты, к нему привязывается переписка по этому вопросу. Это раз. Поэтому живосайт это коммуникатор, который на сайте включается, в общем, известный инструмент, но он не дублирует B324, совершенно два разных продукта. Что касается сайта на B324, сайт это витрина, B324 это место обработки ваших запросов. Значит, это совершенно два разных продукта, они не дублируют друг друга тоже. Значит, соответственно, задача сайта это получить запрос, задача B324 это запрос обработать. Значит, как в этом случае, если у вас, как говорится, мы у вас повезло, у вас уже сайт на B324, мы всегда так говорим клиентам, вот, ну, потому что клиента много приходит, и мы всегда спрашиваем, на чем у вас сделан сайт, и многие не знают, кстати сказать, вот, и если у вас сайт на Битрикс, редакция от старта, ну, и вообще неважно, вы переводите ее на стандарт, включаете, в каждом из нужных разделов делайте свои веб-формы, веб-формы связываются с B324, и вы всегда будете понимать, кто получил этот запрос, с какого раздела сайта. Значит, у вас уже будет легче понимать и маркетинг, и чек, и конверсия, очень много интересных возможностей, это два. Почта, которая стоит на сайте вверху, я надеюсь, у вас стоит вверху, или в разделе контакты для запроса, свяжите ее с разделом лиды, CRM, настройки, интеграция с почтой, элементарный вопрос, то есть даже если сайт у вас не на Битриксе, например, в другой какой-нибудь бесплатной платформе, то база, с чего вы можете начать и нужно начать, это чтобы запросы, которые приходят на общий ящик почты, переходили в лиды в B324, ну, и там можно еще настроить вопросы внизу по лейтам, как они будут классифицироваться. Это три, то есть почта, сайт, если сайт у вас Битрикс начинает малого бизнеса, то заказы, которые падают в корзину, переходят сразу же в сделки, потому что это разная форма запроса, клиент, который положил в корзину и оформил заказ, и тот, который оставил запрос на сайте, это два разных клиента на разной степени готовности. У нас иногда спрашивают, почему, чем лид отличается от сделки, вот, это два, и, соответственно, вы говорили еще про интеграцию с 1С, правильно я понимаю, это вопрос? Было, да, вопрос. Вот, ну, интеграция с 1С, 1С это обработка документов, которые с клиентом вы договорились, выставили счет, идеология Битрикса в текущем понимании облака в том, что обработка с клиентом заканчивается на стадии выставления счета. Выставляется счет, он уходит в 1С, дальше он обрабатывается, там формируется заказ, значит, бухгалтер подтверждает, что заказ оплачен, и статус счета меняется. Таким образом, менеджер получает информацию, что счет оплачен, сделка мы можем перевести на стадию, что она там оплачена и производится отгрузка. Таким образом, вот она полная идеология, и инструменты отнюдь не в общей куче, они каждый выполняют свою правильную, нужную задачу. Спасибо. Я напомню, что еще есть возможность спрашивать то, что вас интересует, в комментариях, пишите ваши вопросы, и еще вопрос тоже технический. Человек предлагает сделать нам нумерацию сделок. У него, видимо, какая-то проблема, он не может узнать количество созданных сделок за неделю. Можно это как-то посчитать? Ну, а есть сделки и сейчас есть в реестре сделок, вот, насколько я помню. Поэтому нумерация сделок и сейчас уже ведется в Битриксе 24. Это раз. Второе, что касается вопросов фильтрации сделок за неделю, то, значит, заходим в отчеты в ЦРМ, там есть штатные, которые показывают, там есть фильтрация в правом углу, нажимаем фильтр, он раскрывается. Может быть, есть смысл его сделать, чтобы он сразу был раскрытый, но почему-то эту кнопочку фильтр не все видят. Соответственно, в этом фильтрации есть возможность выставить период тех сделок и посмотреть по нему и воронку продаж, и конверсию по ним, и сколько сделок было заведено за неделю, и сколько сделок было успешно закрыто. Это стандартный функционал. – Замечательно. И вот вопрос поступил из онлайна. Высококонкурентная оффлайн-среда, типография. Какие, на Ваш взгляд, инструменты и аргументы помогут поднять продажи? Мы возвращаемся к общим вопросам бизнесовым. Да, Алексей Саминский, пожалуйста. – Ну, скажем так, за вопрос, конечно, непонятно, какая именно типография, но, скажем, у меня был опыт поднятия продаж в малой типографии, ну, соответственно, флайеры визитки. – Я уточню, мне кажется, что это типография вот из тех, которые печатают рекламные материалы, куда мы все с вами обращаемся, да? – Ну, скажем так, я уже на многих конференциях у нас здесь, вот в том проекте учебном, который мы ведем, рассказывал о некой типизации бизнеса, и типографии относятся к бизнесу, в котором очень высока вероятность качественных повторных сделок. Да, то есть, визиточки напечатали раз, можно через месяц еще раз напечатать, флайеры напечатали, через месяц еще флайеры, да? То есть, некий расходный материальчик. И вот в такого рода учреждениях в этом виде бизнеса очень часто сильный упор делается на поиск новых клиентов. Дается реклама, опускаются люди по улице, разбрасываются листовки, еще что-то, еще что-то. А сделать упор нужно на повторных продажах. И вот, скажем, в том кейсе, который у меня был, человек боролся со своими продажами, по-моему, к моменту, когда мы с ним начали работать около двух лет, и когда я его, наконец, уговорил посадить семейно успешную женщину, аккуратную и процессно ориентированную, на просто аккуратный обзвон повторных клиентов, оказалась у меня огромная база данных, которые никто не обзванивал. И поставили цикл, что каждый клиент должен был примерно в цикле, примерно раз в два месяца, получать звонок с вопросом, не пора ли очередную порцию плавлаеров. После этого у него прибыль появилась в первом же месяце. Поэтому я сильно подозреваю, ну, скажем так, я не могу быть уверенным, но, скажем так, стандартный рецепт для такого рода бизнеса, просто обратите внимание на работу на повторные продажи. Это не сложно, база есть, контакты есть, все известно, посадите просто туда аккуратного, не очень дорогого, но тщательного человека. Отлично. И еще вопрос, он несколько похожий был, вот спрашивают, современные инструменты продажи в B2C, кроме СМИ, листовок и визиток. Честно говоря, мне кажется, там огромный набор инструментов продаж. Кто, может быть, поделится списком? Игорь Манков. Вот смотрите, дело в том, что, во-первых, инструменты продаж всегда зависят от того, что мы продаем. Мы продаем колье по полтора миллиона долларов или мы продаем крупу. не по зернышку, а там, не знаю, по полкило развесом. Это разные продукты, там будет разный подход. Но если мы говорим о продажах сложных, так сказать, переговорных, то лучшие современных инструментов это слухи, сплетни и отзывы. То есть, обратите внимание на генерацию отзывов. Но, тем не менее, вот не могу сказать, ну, скажем, если мы продаем там какой-то очень простой продукт, очень массовый, но ничего кроме рекламы все равно не получится. Дело в том, что в маркетинге, в рекламе, активный маркетинг реклама развивается примерно с 54-го года. То есть, примерно 60 лет. Сотни тысяч людей интенсивно думают на тему, чтобы еще такого придумать. С этой точки зрения, я вас уверяю, те инструменты, которые выжили за эти 60 лет, это работающий инструмент. И бывает, конечно, чудеса, типа, появление интернета. Да, но в целом, если нет никакого технологического изменения распространения информации, ничего сверхъестественного нового здесь не придумаешь. Другой вопрос, другой вопрос, что, если вы даете рекламу, вы должны сначала позаботиться о том, чтобы ваша реклама была убедительна. Ну, я привожу, ну, скажем, не хочется, конечно, обижать родной бренд, но я привожу стандартные две фразы. Принесем одну и ту же фразу. Фирма «Мерседес» выпустила новый отличный автомобиль. Фирма «АвтоВАЗ» выпустила новый отличный автомобиль. Реклама одна и та же. Мы можем разместить их в одном и том же объеме, но реакция будет совершенно разная. То есть для того, чтобы давать эффективную рекламу, нужно заработать себе имя. Это называется ужасным словом брендинг, им надо заниматься. Поэтому нужно заботиться о распространении надлежащей информации и готовить, так сказать, давить не только массой, но и качеством. Это очень серьезно. Вот, наверное, такой ответ. Спасибо. И у нас вот снова есть вопрос из онлайна по поводу удаленных сотрудников. Спрашивают Алексея, возможно ли активные продажи и поиск лидов удаленными сотрудниками? Как мотивировать сотрудников удаленного отдела продаж? И стоит ли брать уже опытных продажников из регионов? Опытных, конечно же, нет. Потому что опытных там нет. Они в Семаскве уже, да. На меня, посмотрите. Я сам из деревни Большого Андрейкова. Понимаете? Какой у меня сплав, ну, я про себя так говорю, то есть желание добиться и отсутствие мостов. Понимаете? То есть, как бы, это огромная дельта, она формирует огромный потенциал для желания работать. А к вопросу о... Ну, так, клирика, я прошу прощения за нее. А к вопросу о том, заниматься активными продажами, ну, конечно. А зачем еще их брать для неактивных продаж? Для неактивных продаж можно сотрудника Москвы взять на работу, чтобы он ходил и говорил, что мне нужна тридцатка только потому, что я живу в Москве. Понимаете? Вот. Это два. Значит, для поиска лидов. Ну, не знаю, мне кажется, все... Для поиска лидов не знаю. Здесь концепция, видимо, обсуждается оффлайн-продаж, как я понимаю. Не сказал человек. Потому что, ну, вы понимаете, очевидно, нужно набрать, как бы, людей, которые будут бегать что-то по полю и искать ягодку. Ну, или там что-то еще там. Вот. Это как бы зависит от бизнеса и от продукта, чем люди занимаются. Кстати, я не против и всегда рад, когда наши сотрудники съездили на встречу. Ну, просто редко бывает, потому что мы реально берем людей из тех поселков и городов, где наших клиентов почему-то нет. Ну, ну, в Саратове есть, кстати, такие примеры. Поэтому, если вы из Саратова, попросите, чтобы наш менеджер к вам приехали, а мы проведем одновременную еще онлайн-трансляцию, как мы это часто делаем. Приезжает наш оператор, низкообразованный, он включает компьютер, и там я высокообразованный, доводим ситуацию до результата. Понимаете? Это интересно, когда идет командная работа, это всем полезно. И клиенту он получает больше информации, и он получает то, что он хочет, живую встречу, чтобы его уважили живой встречей. И он получает правильные ответы на правильные вопросы, что тоже, в общем, важно. Это два. А что касается вопросов организации удаленной работы, то, ну, я еще раз подчеркнул, то есть я уже видел, там насыпались нам запросы на трудовой договор. Пожалуйста, запрашивайте, и мы вам всем пришлет, мы всем вышлем без проблем нашим трудовой договору. То есть обязательно вопрос организации трудовых отношений, он важен. это раз. И второй вопрос, это того, чтобы ваши сотрудники, которых вы берете из регионов, соответственно, ну, как я говорю, всасывали вашу философию продаж. Потому что, если они не всасывают, это вопрос, чтобы они всасывали, вот он ключевой, на мой взгляд. Вот я действительно об этом считаю. То есть это даже вопрос ни скриптов, ни обучения. Вопросы удаленности, в вопросах всасывания. Вот нужно, а для того, чтобы понять, чтобы он всасывал, нужно, чтобы он обеспечивал крайне нудные параметры. Внесение информации здесь, сейчас. Если ты не всасываешь, значит, ты не понимаешь. Ты не наш человек. Если ты не вносишь информацию, не делаешь КП через три минуты после того, как ты, клиент, попросил КП, не выставляешь счет оперативно, это вопрос вот этого быстрого диалога. То есть можно добиться того, чтобы твой удаленный работал лучше, чем человек, который находится в этой комнате. Я об этом говорю. Нужно просто добиться, чтобы эти люди, они всасывали. Ну, вы понимаете, у вас огромный кадровый рынок, вся страна. Вы можете выбрать тех, кто вам действительно будет соответствовать вашей философии, а не тот, который будет находиться в части от работы. Я вот об этом говорю. У нас уточнение поступило про поиск лидов. Человек пишет, что это онлайн-продажи, поэтому именно из регионов у него сотрудники. Вот в этой ситуации как быть? Ну, в данном случае, видимо, оффлайн, а не онлайн. Потому что это... Написано, скорее онлайн-продажи, поэтому сотрудники из регионов. Ну, правильно я понимаю, что онлайн он понимает возможность посещения клиента в этом городе? Правильно я понимаю? У него продажи онлайн, он продает что-то такое. Тогда вообще идеальный вариант, как наш сценарий. Вот мы онлайн тоже продаем. Мы вообще стараемся из Москвы клиентов, не брать к себе в обработку. Вот мы сейчас... Не то, что мы их как бы отказываемся, нет. Просто наша задача в том, чтобы наши клиенты находились в другом городе. Тогда ему не важно, ну, как бы, статус нашей близости, ему важен только профессионализм нашей работы. Вот этот кейс клиента абсолютно наш. То же самое. Пожалуйста, отправьте нам запрос, мы вам эту информацию поделимся всем нашим опытом, как мы это делаем. Это раз. А в отношении вот нашего обсуждения я могу сказать следующее. Идеальный сценарий разности потенциала сотрудника из... Там... Ну, вот я привожу пример все время Каменско-Уральска, потому что один из самых сильных примеров нашей компании. Вот Иван зовут у нашего специалиста. И человека, который находится, например, в Москве, наш клиент. Вообще здорово. Новосибирский. То есть, понимаете, человек находится сам из небольшого городка, а клиент из крупного оригинального города. То есть, и сразу получается полный вин-вин. Этот человек хочет работать, а этот человек хочет, чтобы ему вылезали. Понимаете? А не так, когда вот ты сам из Москвы, менеджер из Москвы, но менеджер из Москвы сильно вылезать клиента из Москвы, честно говоря, не хочет. Или, например, ты сам из Москвы приезжаешь в Челябинск, и там говорят, ну вот москвичи приехали. Понимаете? Вы компания московская, а мы говорим, мы работаем по всей России. Наши вот руководители группы, они подписываются в домике письма. Руководители группы Екатеринбург, Углич, Самара. Мы вообще стараемся, вот мы считаем, что кто родился в Москве, для нас в плане потенциала, я говорю в техническом понимании этого слова, а не там какого-то HR, он имеет низкий уровень потенциала. То есть, его внутренняя злость, она низкая. Это объективно. Поэтому мы стараемся брать людей из небольшого городка и обеспечить ему правильную мотивацию по деньгам сразу же. Тогда он получает, его потенциал, внутренний потенциал, еще более возрастает. Понимаете? Человек только начал работать, он уже получает дополнительный процент. Причем карты раздаются каждый день, клиенты приходят разные. Сегодня он попросил команду, а завтра он переходит на коробку. Понимаете? А его клиент, он получает свой процент. Пожалуйста, клиент, приходите к нам, мы вам расскажем, поделимся нашим опытом в вашей тематике. Будем счастливы, если наш опыт вам поможет полностью создать удаленный штатный режим работы, убрать сотрудников из Москвы. Это наш кейс. Спасибо. У нас вопросы, видимо, закончились. Я еще раз напомню, что все участники и слушатели, зрители сегодняшней встречи могут зарегистрировать свой портал «Битерк-24» с дополнительными 5 гигабайтами места в облаке, если введут промокод «Клуб-24». Эта акция действует до 20 июня. Пожалуйста, поторопитесь, мы будем рады видеть вас пользователями нашего продукта. И если есть какие-то, может быть, финальные напутствия, пожелания нашим слушателям, пожалуйста, можете высказаться. Про напутствия я очень люблю. Первое, для веб-студий. Когда вышла новая филатская программа «Битерк-24», она расширяет потенциал тех компаний, которые могут заниматься внедрением «Битерк-24». И вот после Рифа, на котором выступал, очень много компаний к нам пришло с просьбой, чтобы мы не только… У них уже есть бесплатная лицензия, они уже партнеры «Битеркса», в частности, веб-студии по разработке сайтов, но у них нет потенциала к продажам «Битерк-24» как продукта. Мы создали прямо модуль, и мы продаем этот модуль организации продаж «Битерк-24», чтобы компания, используя этот продукт, мы, кстати, входим в состав компании, которая входит в академию «Битеркса», то есть мы можем этим заниматься на сертифицированной основе. И, соответственно, это дает возможность, мы уже 6 компаний или 7 обучили веб-студии продавать «Битеркс-24». Это касается СНГ, потому что одна компания из города Львов. Я очень уважаю этого товарища. Это два. Это, вернее, первое. Второе, что касается удаленной штатной работы, то есть масса инструментов и проконтролировать работу, и создать выбор сотрудника, соответствующий вашей философии продаж. За это все боятся при критерии рисков при поиске удаленных работников. Это понятно. Опять же, философия хорошо накатывается корпоративным порталом на «Битерксе», что, в общем, очень здорово видно и прослеживается. Мы это видим и у нас, и у наших клиентов, которых мы в доступе. Это два. Ну, а в-третьих, это что касается вопросов планирования и контроля, то я лично считаю, что, вы знаете, есть у нас клиенты, которые из диджитов, кстати сказать, вот рекламщики, они вообще не переваривают CRM, ну, как составляющую продукта «Битеркса». Они вот приходят к нам и говорят, а зачем нужен «Битеркс-24», если есть бизнес-чат? Вот можно убрать вот то, что за бизнес-чатом находится? Понимаете степень проблемы? То есть мы абсолютно убеждены, что наша задача совместная, чтобы у вас контрагенты, контакты вносились в систему базово, а тем контактам компании, которые не прозваниваются, выскакивая уведомления, то есть бизнес-процесс, все это доступно в бесплатной редакции. Каждый из вас может прямо сейчас это скачать, и если уж у вас есть проблема с запуском вот этого простейшего бизнес-процесса, пожалуйста, спросите нас, наших компаний, там, наших партнеров, там, клиентов и партнеров «Битеркса-24», на сайте «Битеркса» огромный рейтинг, там по всем параметрам видно, кто выше, кто ниже, кто первый в рейтинге номера «Битеркса», я в конце это сказал, кстати, договаривались. И, пожалуйста, вы сами поймете, продукт закрывает вашу задачу по увеличению скорости обработки запроса, увеличению качества обработки запроса, или не закрывает, ну, на мой взгляд, он и закрывает, потому что, если вот мы вчера были на докладе в «Этартас», всего 18% рынка работодателей в России слышали используя «СРМ», ну, вы понимаете, какой это объем нашей совместной работы в плане увеличения КПД наших сотрудников. КПД – это основное, что нашу страну может вытолкнуть вперед. И, в мой взгляд, «Битеркс-24» решает эту задачу, он поднимает регионы. Если мы все вместе переведем наших сотрудников в удаленку, мы, во-первых, снизим наши затраты на бизнес-составляющую, что позволит нам больше вложить в маркетинг, увеличить наш бренд, ценность бренда, и увеличить наши продажи. То есть сплошной «Вин-Вин». Вот наш месседж. Спасибо большое. Мне кажется, очень хорошая мотивация к правильным продажам. Я думаю, что наши слушатели воспользуются. Ну и тогда, наверное, мы на сегодня заканчиваем нашу встречу. Спасибо большое всем, кто с нами был, смотрел, слушал, задавал вопросы и помогал нам отвечать в комментариях. В следующий раз мы тоже что-нибудь интересное для вас придумаем. Оставайтесь на связи, следите за нашими обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok